Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы вернулись на участок, который освещали несколько недель назад. Это пересечение улицы Дичибал, Сармазиджитуса, улица Рос. И поскольку у наших телезрителей возникло очень много вопросов касаемо этого перекрестка, непосредственно проезда пешеходного перехода, который находится за нашими спинами, мы вернулись сюда, чтобы еще раз все рассказать вам. Да, и вернулись, кстати, к специалистам, которые действительно нам сумеют помочь. Это сотрудник полиции. Так что он нам более квалифицированно ответит на ваши вопросы и подтвердит, насколько мы были правы с вами. Но для начала напомним, о чем шла речь в предыдущем репортаже. И на этот раз именно будущие водители обратились к нам за помощью и попросили разобрать правила движения на участке улицы Сармазиджитуса. Если быть точнее, то речь идет о небольшом интервале от пересечения с улицы Минской до выезда на бульвар Дичибал. Раньше движение на этом участке было организовано иначе. Водители, проезжая перекресток Сармазиджитуса-Минская на зеленый сигнал светофора, руководствовались 58-м пунктом правил дорожного движения, где сказано. Перекресток, на котором очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. Водитель, въехавший на перекресток при зеленом сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении, независимо от сигналов светофора на выезде. Однако, если на перекрестке перед светофорами имеется разметка 1.12 или установлен знак 5.73, водитель должен руководствоваться сигналами каждого светофора. Казалось бы, все логично. Выезжая на бульвар Дичибал, водитель должен остановиться возле пешеходного перехода, пропустить людей и продолжить движение. Но... Как сейчас мы видим, совершенно по-другому все реорганизовано. Движение по полосам строго определили знаки. А данный перекресток перешел в категорию уже нерегулируемого. И мы, как видим сейчас, очередность движения транспорта, которая движется по улице, на которой мы находимся, и Дичибал уже осуществляется за счет знаков приоритета. То есть перекресток перешел в категорию нерегулируемого. Следовательно, пропустив пешеходов, водитель опять же, оказывается на нерегулируемом перекрестке. Теперь перед автомобилистами знак «Уступи дорогу», миновав который, они оказываются перед пешеходным переходом, который уже регулируется светофором. Как видно за нашими спинами, пешеходный переход, да? Он регулируемый. Поэтому водитель, въехавший с улицы или Рос, или Дичибал, они обязаны руководствоваться светофором данным. Потому что этот перекресток, этот участок дороги регулируемый. Они-то выехали с участка дороги нерегулируемый, не под разрешающий зеленый сигнал светофора, и имеют право выехать независимо от сигнала светофора на выезде. Здесь это правило не распространяется. Пункт 58. Поэтому водитель обязан остановиться в местах выполнения служебной остановки и продолжит движение только после включения разрешающего сигнала светофора. Это же правило проезда перекрестка относится к тем водителям, которые выезжают с улицы Рос. При этом вы можете заметить, большинство из них, не найдя запрещающий знак 5.73 стоп, проезжают, пропустив пешеходов. Тем самым водители нарушают ПДД. Кто-то умышленно, а кто-то позабыв правило. Если сейчас кто-то из вас листает правила дорожного движения в поисках термина «регулируемый пешеходный переход», то вот. Глава 1, пункт 7. Регулируемое движение. Регламентирование действий участников дорожного движения посредством сигналов регулировщика или светофора. Теперь еще один вопрос, который возник после просмотра первого репортажа. Как быть водителем, который движется по проспекту Дичебал на разрешающий сигнал светофора? Отвечаем. Они могут продолжить движение после того, как пропустят пешеходов. Вот и получается. Одним участникам движения проезд разрешен, другим запрещен. Да, действительно, на пересечении проспекта Дичебал, улицы Сармезичи Туза и улицы Рос были внесены коррективы для улучшения трафика и разгрузки дорог. Но анализируя данную ситуацию, думаю, что мы внесем дополнительные изменения, если в них будет необходимость. Надеемся, что действительно все изменения будут внесены в ближайшее время, хотя бы для того, чтобы наши водители и пешеходы безопаснее чувствовали себя на дороге. А с вами был утренний патруль, его ведущий Виктор Руссо и Нина Смирнова, а также приглашенный эксперт в области дорожного движения Дмитрий Гогов.